Приветствую вас. Давайте мы с вами будем разбираться потихонечку в том, что с вами произошло или что с вами происходит сейчас. И постараемся выработать некие рекомендации, которые бы вам помогли, ну, хотя бы на первых порах. Так, как спасти отношения и создать счастливую семью, если нет доверия и понимания? Ну, во-первых, отвечая на этот вопрос, да, сразу хочется сказать, что спасать отношения в прямом, в буквальном смысле этого слова не нужно. Отношения – это не то, что вообще спасать. Отношения – это то, что строят, над чем работают. Отношения – это то, что дают, отдают. То есть я отношусь к вам, я отдаю. И когда я отношусь к вам хорошо, то есть когда я отдаю вам и прошу от вас то, что вы можете мне дать, да, ну, так, в той степени, в той форме, какая для вас комфортная, то в целом это отношение называется «хороший». Вот. Отношения – это интерпретация поведения другого человека. И интерпретация поведения другого человека, она зависит от множества факторов, начиная от него самого и заканчивая его подсознательными, глубинными желаниями, которые далеко не всегда осознаются. Вместе с тем, у вас здесь есть вопрос такой – как создать счастливую семью? И дальше по тексту у вас идет тоже такой момент, что вы хотите создать семью и родить ребенка. Это для вас самое главное. Если вы этого не сделаете, то вы будете чувствовать себя неполноценно. Так вот, парадокс весь в том, что что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, и даже если вы родите ребенка, вы выйдете замуж, вы все равно не будете чувствовать себя полноценно. Потому что полноценность, либо она есть, и она безусловна, либо ее нет, и это тоже безусловно. То есть, когда вы выйдете замуж, вам будет хотеться ребенка. Когда вы родите ребенка, вам будет родиться чего-то еще, иначе вы будете чувствовать себя неполноценным. Потому что изначально нет принятия себя, нет полного принятия себя, нет гармонии внутри вас. И эта гармония внутри вас исчезла не из-за того, что вам изменяли, что вас обманывали и так далее. Нет, гармонии у вас скорее всего и не было. Потому что вы уже вступали в отношения, где люди вас обманывали. И парадоксально, парадоксально, но человека можно считать предателем только тогда, когда он обманув или совершив что-то плохое вам, например, в этом раскаивается. Если раскаяния нет, то он не предатель. Это человек, который просто преследовал свои цели, свои интересы и не более того. И пока это совпадало с вами, с вашими интересами, с вашими целями, с вашими желаниями, он был с вами. Перестал совпадать и он вас тут же обманул. Это не предательство. Это не предательство. Как с точки зрения объективной реальности, это не является предательством. На самом деле. Вот. Поэтому, говоря о том, что вы хотите создать счастливую семью, и что для вас важно родить ребенка и создать семью, можно заметить, что вы это делаете исключительно в своих собственных целях. То есть вы, чтобы не чувствовать себя неполноценной, хотите выйти замуж и родить ребенка. Вы рационализируете это нормальным желанием для женщин. Желание может быть ненормальным. Желание само по себе, оно нормально. Но, во-первых, это желание не должно руководить человеком, а вами оно руководит. Потому что вы вынесли этот вопрос в заголовок и дальше вы пишите, да, то, что я сказал, вами оно руководит. Во-вторых, семья это всегда производная. От отношений между людьми и сама по себе семья ничто, как бы самой по себе в семье нет. Ее не существует самой по себе в семье. Существуют люди. Есть ваш муж гражданский. Мужчина. Я об этом сейчас скажу. Существует ваш муж. И отношения нужно строить с ним не ради семьи, не ради ребенка, а просто так. Ради него. Если вы делаете это для семьи, если вы делаете это для ребенка, то о какой безусловности любви, о какой свободе в отношениях в таком случае может идти речь? Понимаете? Ведь получается в таком случае, что вы человека, твоего мужа используете для того, чтобы создать семью. Чтобы реализовать те желания, которые у вас есть. Чтобы купировать вашу неполноценность. Которая не купируется, потому что это всего лишь иллюзия. И человек, если он чувствует, что он не главное в вашей жизни. Человек, если он чувствует, что вы действуете с определенной целью. А определенная цель, она какая? Определенная цель. Определенная цель, она такая, что вам нужна семья. Вот это ваша цель. Семья. Вы хотите семью. Он и ведет себя соответственно. Потому что он понимает, что его использует. И вы используете своего мужчину. И я понимаю, что это неприятно слышать. Я понимаю, что, скорее всего, вы со мной не согласитесь. Но чем быстрее вы к этому придете, тем будет лучше. Счастливые отношения можно построить тогда, когда человек в любой момент может сказать, что я ради счастья своего любимого готов его отпустить. Вот это залог счастливых отношений. И счастливые семьи. У вас это так? Нет. Потому что вы уступаете в истерику. Потому что вы пытаетесь купировать свои желания, свои страхи. Пытаетесь замаскировать под вот этими проблемами. Готовы вы своего мужа отпустить? Нет. Не готовы. Потому что если вы отпустите своего мужа, вы будете знать, что он вас предал опять, обманул и так далее. Вы не подумаете, что человек может быть просто несчастлив с вами. И не потому, что вы что-то не так сделали. А просто. Просто потому, что он несчастлив. Так бывает. И его нужно отпустить. Понимаете? То есть вы будете нуждающиеся во внимании, в уверенности, в значимости, в любви, значит, в заботе, в поддержке, как вы говорите. Вы боящиеся обмана, измен и прочего. Вы ревнующие, то есть боящиеся остаться в одиночестве, неуверенные в себе. Вы выступаете в отношения с мужчиной, которому рядом нужна женщина, а не человек, который его использовал. Понимаете? В чем дело? То есть вы, не проработав травму измен, не избавившись от ощущения себя неполноценной, не сместив конструктивно направление своих желаний, вступаете в отношения с мужчиной. Как они у вас могут сложиться? Никак. Если нет гармонии внутри вас, то нет гармонии и в отношениях. То, что мужчина с вами ссорится, ну, это его проблема. Это его проблема. Это его ответственность, это его выбор. Я говорю про вас. И теперь, внимание, самое главное. Чтобы создать счастливую семью, нужна работа обоих. Нужен, чтобы мужчина тоже хотел создавать семью с вами. Чтобы он не жаловался. Чтобы он не уходил от вас при первой же возможности. Чтобы он тоже работал над вашей семьей. А для этого нужен стимул. Ему. Какой стимул? Какой стимул? Во-первых, стимул вас потерять. Возможность вас потерять. Во-вторых, это стимул поддерживать чувство, что с вами он самый лучший мужчина на свет. Даете ли вы ему такое ощущение, когда ревнуете его? Нет. Мотивы и стимулы работать над вашими отношениями. У него нет. Вот и все. Поэтому, говоря о том, как спасти отношения, нужно чтобы сами отношения, сам человек стал для вас целью. Не семья, не ребенок, на которых вы накладываете ответственность по исполнению ваших мечтаний. Ребенок и семья не то, что сделают вас счастливыми, не то, что сделают вас полноценными. Это очень большое заблуждение. Вам нужно избавиться от него до тех пор, пока вы вступите в брак. Ни ребенок, ни семья не сделают вас полноценными. Полноценными вы либо являетесь, либо нет. И можно быть полноценными когда угодно, где угодно, без чего угодно. Любая условность убивает полноценность в корне. И чтобы было доверие, нужно расставить четкие границы. Доверия нет, как правило, тогда, когда человек не умеет выстраивать границы с другими людьми. То есть, либо он полностью закрыт от человека, не слышит его, либо он полностью открыт и как бы весь раскрыт для другого. И то, и то плохо, потому что закрытие ведет к подавлению своих чувств и желаний, а раскрытие на сто процентов ведет к растворению, к слиянию, как говорил гештальт терапии, гештальт психологии, к слиянию. То есть, отождествлению, это уже психоаналитический термин, отождествлению себя с кем-то, это не есть хорошо. И от силы, естественно, возникает вопрос доверия. Потому что повышается зависимость от человека, от его действий. Это неправильно. Доверять можно изначально в том, что не несет вам вреда. Доверять можно изначально только в том, что не может вам навредить. И в том, что вы знаете, что вот вы доверяете человеку, но в случае чего у вас есть там запасной план. Вы знаете, как вы сами с этим справитесь, как вы сами поступите, да? Что вы сами можете сделать. И вот так постепенно, постепенно вы доверяете человеку, постепенно, постепенно вы позволяете ему что-то делать для вас. И смотрите, когда человеку комфортно и когда нет. То есть какая вот грязь того, что вы можете на человека переложить. Что ему будет комфортно, что ему не будет в тягах. Если вы видите, что человеку некомфортно, что ему тяжело. Нужно границы того, что вы на него перекладываете, немножечко судить. Если вы видите, что человек легко справляется, можно немножечко расширить. То есть необходимо думать о человеке. Но в первую очередь, свои собственные границы нужно обознать это самостоятельно. То есть где я вредный? Где польза мне? Что я сама делаю для того, чтобы получить пользу? И что я сама делаю, чтобы исключить вред? Понимаете? Вот это залог доверия. Понимание. Ну, доказывается понимание, то опять же. Давайте так. Кто способен понять другого? Какие люди способны понимать? Способен ли человек, способен ли понимать человек, который, например, голодный? Нет. Способен ли человек понимать, который там хочет спать? Нет. Да? То есть чтобы человек понимал, нужно, чтобы были соблюдены определенные условия. Чтобы были удовлетворены его определенные потребности, его определенные желания. Если этого не происходит, человек не способен понимать. Значит, если ваш мужчина не понимает вас, значит, либо его желания какие-то не удовлетворены. Или это базовые желания, безопасность, значимость и любовь. Либо он не хочет вас понимать. Это уже его выбор. Но об этом можно говорить только из всех желаний удовлетворения. Человеческий. Ну вот. Так что понимание, чтобы было понимание, нужно сперва ответить на вопрос. А может ли этот человек понять? Не стоит забывать еще и то, что понять можно только то, что так или иначе вписывается в картину мира человека. Если что-то в картину мира не вписывается, то понять довольно сложно. Поэтому нужна определенная гибкость. Гибкость ума, гибкость интеллекта. Это чисто индивидуальные качества, которые у кого-то есть, у кого-то нет. Там есть определенные косвенные характеристики, которые указывают на то, гибкий человек или нет, или не гибкий. Далее. Вы пишите еще психолога, которому смогу верить. Если честно, эта фраза меня немножечко насмешила. Предлагаю вам исходить от обратного. Какому психологу вы не сможете верить? Были такие психологи, которым вы не верили? Почему? Были такие психологи, которые вас обманывали? Если да, то в чем? Потому что, в принципе, любому психологу вы сможете верить. У нас профессиональная этика, как бы. У нас конфиденциальность и так далее. То есть, вы любому психологу можете верить. Не очень понятно, по какому критерию вы собираетесь выбирать психологи. Тем более, что кроме этого вопроса, вы, в принципе, больше ни одного вопроса не задаете. И ваш текст – это, по большому счету, ваша интерпретация от того, что происходит. То есть, это даже не реальная картина, а интерпретация. Так что, непонятно, по какому критерию вы будете выбирать психолога в себе. В данный момент в моей жизни какая-то черная полоса бесконечной, каждодневной ссоры смутим, как гражданским, с которыми живем вместе год. Ну, во-первых, если в данный момент у вас черная полоса бесконечной, каждодневной ссоры, то, с одной стороны, в какой-то момент вы сбились с пути, стали вести себя неправильно. Скорее всего, это произошло еще до мужа. Скорее всего, это произошло где-то в детстве, либо в юнической. Вот, этот сбой, сбой. Ну вот. Здесь что я вижу? Здесь я вижу жертвенную позицию. У меня черная полоса. Какая? То есть, у меня черная полоса, а мне не везет. Все. 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 Как бы, я могу сделать. На самом деле, это вы ответственны за наличие этой черной полосы. Это ваше поведение, ваши действия, поступки, деятельность, выстраивание отношений, исполнение ролей, модели поведения, как ролевые, так и гендерные, привели к тому, что вы сейчас имеете. Поэтому никакой, никакой черной полосы нет. Есть только ваш подход к решению задач, и есть отсутствие учета изменений в объективной реальности. Не более того. Далее. Каждодневные ссоры с мужем, гражданскими, живем вместе годом. Здесь, конечно, сразу бросается в глаза то, что вы живете гражданский мрак. Гражданский муж. Гражданских мужей не бывает по определению. Если вы живете в гражданском мраке, то это чужой человек. Для вас он чужой человек. Абсолютно. Он не ваш муж. Он не ваш родственник. Он вам никто. До тех пор, пока вы не поженитесь. И вопрос вашего отношения к себе. Почему вы живете год в гражданском мраке к человеку? Вы позволяете ему спать с собой, жить с вами. Вы готовите ему, убираете, стираете, поддерживаете порядок. Зачем на вас жениться? Какой стимул? Что изменится для мужа вашего гражданского, если он на вас женится? Какой смысл? Мужчина без стимула делать ничего не будет. И отсюда заключается, отсюда делается вывод, что либо вы не знакомы с мужской психологией совершенно, либо вы не очень хорошо понимаете какая женщина вы. То есть, чем примечательно вы, как женщина, то тоже нужно разбираться. Далее, ссоры. Ссоры это очень такие, знаете, интересные варианты времяпровождения. То есть, ссоры люди, как правило, играют. То есть, человек ссорится тому, что ему это нужно. Вот я хочу вас спросить, для чего вам это нужно? Зачем вам нужны ссоры? Ссоры вам нужны, скорее всего, для того, чтобы получить внимание. То есть, лучше получить внимание негативное, на подсознательном уровне думаете вы, чем не получить никакого. Получается, что кроме как ссорами, вам больше нечем привлечь внимание мужчины. Своими достоинствами, своими положительными качествами и так далее. Из-за чего это? Опять же, из-за неуверенности в себе. Из-за непринятия себя и из-за низкой самооценки. Вот и все. Ссоры вам нужны. И поэтому первое, что нужно сделать, это понять, что вы ничем не отличаетесь от своего мужа, когда ссоритесь. И когда вы ссоритесь, вы не являетесь взрослыми людьми. Вы либо дети, либо родители, друг для друга. И то и то убивают отношения. Поэтому, если вы хотите сохранить их, то прекращайте ссориться хотя бы со своей стороны. То есть, просто вот, хотя бы, хотя бы, дайте себе задание, пару дней провести, чисто разговаривая по, ну, по делу, только по факту. То есть, вот, решая вопрос хотя бы. Пару дней, а дальше будет видно. Череда непониманий друг друга дали нам отношения, в которых мы несчастны, встали и в любой проблеме, которые каждый давит на свои желания. Здесь, опять же, вы избегаете ответственности. Кто мы? Нет никаких мы. Нет мы. Есть вы. Только вы. Только вы. Музе не касаемся вообще. Есть только вы. И это вы не понимаете, музе. И это вы, в несчастных этих отношениях. И это вы давите на свои желания. И чтобы выйти из порочного круга, нужно выйти из этого поведения. Сейчас вы находитесь в треугольнике Карпмана, и я уверен, в позиции жертвы. Потому что муж ваш такой плохой, такой ничего вам не дает, что нужно, обижается, и вообще манипулирует, манипулирует. Уверен, что он точно то же самое может сказать и про вас. А чтобы слышать второго, нужно, я сказал, что в результате после криков и оскорблений обоюдных, обоюдных, заметьте, обоюдных. То есть вы точно в этом участвуете. Вы говорите про себя. Зачем вы оскорбляете своего мужа? Для чего? Какой целью? В результате чего вы переживаете? Далее. Мужка садится спать отдельно, молча ходит на работу, приходит с нее, садится заниматься своими делами с обиженным лицом. Ну, это не обязательно манипуляцией, может быть и правда обидно, а вот то, что делаете вы, вы идете и извиняетесь, даже если вам изначально было что-то обидно. Друзья, а если не было обидно изначально, зачем тогда ссориться? Здесь не очень понятно. Значит, вы идете и вы извиняетесь, потому что вам важен любимый человек. Да. Так. А, вот. Значит, я, пока я не подойду и не извиню, дальше у меня что-то было обидно, и я хотел к себе понимания и внимания. Значит, вы так требуете внимания. Ну, разве-то хороший, что требует внимания. Почему вообще нужно требовать внимания? Мужчина либо дает вам его вставку, либо нет. Мужчина либо хочет давать вам внимание, либо нет. И нужно стать такой женщиной, чтобы он хотел вам дарить внимание. А если не хочет, либо вы не та женщина, либо вы не тот мужчина-мужчина. Вот и все. Все очень просто. Ну, на самом деле. Эти манипуляции мне не нравятся. Нет. Это не то, что манипуляции. Это скорее, знаете, вы же сами так поступаете. То есть вы сами подходите, сами извиняете. Можете этого не делать, верно? Вы это делаете для себя. Так при чем здесь манипуляция? Это перекладывание ответственности сейчас у вас происходит. Себя на другого человека. Вот. Но мне важнее любимый человек, чем вы из меня, кто прав, а кто нет. В целом, в целом, вы правы. Но. Вам важнее любимый человек, а не вы. Вам важнее ваш мужчина, а не вы. И вы позволите себе забыть о том, как вас он оскорблял. Вы позволите себе забыть о том, как вас он унижал. Вы позволите себе забыть, как он себя с вами вел. Только потому, что вам важнее любимый человек. А почему вам важнее любимый человек? В контексте всего того, что я сказал. Потому что, если бы он был вам важнее, вы бы его не оскорбляли. Вы бы с ним не ссорились. Вы бы никогда не вступили в ссору с ними, чтобы он был вам важнее. Вы бы не рассматривали в качестве повода для ссоры ваше желание понимания и внимания. Так как же проявляется важность любимого человека для вас? Купич, я себя чувствую забытой, ненужной, неуслышанной. Появляются мысли, что он не хочет со мной жить, не хочет развивать наши отношения. А зачем ему развивать ваши отношения? Какой у него стимул для этого должен быть? Если вы чувствуете себя забытой, ненужной, неуслышанной, чья это ответственность, мужей или вашей? Вопрос. Так, ищет помощь с событий, но если вы на него давите, да, ему же не комфортно, это все выслушав, что у него могла появиться женщина, которая его заинтересовала. Правильно, может появиться женщина, которая его заинтересовала, потому что с вами он себя, мужчина, не чувствует. Да, правильно. Из-за этого он стал таким холодным и радуется, когда можно со мной не разговаривать. Возможно, мужчина стал холодным, потому что вы его своими жалите. Мужчина стал холодным, потому что ожидает от вас угрозы какой-то, постоянно. А не за женщину. Кстати, а вы сейчас тоже думаете о любимом человеке, если для вас важнее любимый человек? Или сейчас для вас уже важнее вы сами? Сейчас вы говорите, у него могла появиться женщина, которая его заинтересовала. Могла появиться женщина. Но он-то вам ничего не должен. Пока. Вы не муча жена. Вы свободные люди, которые встречаются. Сегодня он есть, завтра его может не быть. Это гражданский брак. То есть, никакого брака. Он вам, еще раз повторяю, никто. Понимаете? А вы говорите так, как будто он уже вам изменяет. До какой изменения идет речь, если вы друг другу никто? Понимаете? Вот. Так о ком вы думаете сейчас? Говоря вот эти вот все вещи про женщину, про то, что ищет повод уйти и так далее. Вы же понимаете, что ваш любимый человек страдает с вами. Было бы логично, если он вам дорого, его отпустите. Ну, коли вы не можете гармоничных отношений выстреливать. Но вы же его не отпускаете. Значит, получается что? Получается, что вы по большому счету с нем нуждаетесь. И свои желания пытаетесь реализовать через него. Важен ли вам, любимый человек? Нет. Вы важны только, если вы важны. Вы важны себе. Видите? Из-за любого пустяка он может отменить все наши запланированные дела поезд к врачей. Это не хорошо. Так вот. Ну, опять же. Непонятно, всегда ли был таким мужчина. Или стал только с вами. Если он был всегда, то вы его, соответственно, таким либо принимаете, либо нет. Если он не был таким всегда, значит что-то заставило его поменяться. И это что-то нужно отыскать и подкорректировать ваше поведение. Чтобы у него не было мотива и стимула так себя вести. Знаете, давать оценку поведению человека можно сколько угодно. Но если не разбираться в причинах, и с этими причинами не работать, и не корректировать свое поведение в зависимости от причин, то все это останется только лишь словами с холастикой. К большому счету это только с холастикой. И не более того. У нас стал ремонт. У кого у нас? Почему у вас? У вас стал ремонт. Адель. У вас стал ремонт. Не у мой. Вы все время говорите мы. Но вы не говорите я. Это большая проблема. Так, мы никуда не ездим. А это вы никуда не едете, Адель. Почему? Что ты говоришь? Мы все свободное время проводим в ссорах или не общаемся. Это ваш выбор. Адель, вы поймите, это именно ваш выбор. Все свободное время проводить в ссорах. Ваш выбор удовлетворять ваши желания так. Ну, вполне вероятно, что вы своих желаний не осознаете. Но вы же, наверное, понимаете, что ссоры это тоже не самый лучший способ проведения времени. Так и зачем тогда? Он пытается периодически собрать вещи и уйти, доводя меня этим до истерик. А почему? Почему истерика-то? Ну, уводит человек, пусть уходит. Несчастен человек, человек славный. Пусть уходит. В чем истерика-то? Почему истерика, если вы его вроде как любите? В чем истерика? Я перестаю себя контролировать. Он проявляет себя крайне холодно в эти моменты. Ну, и, в общем-то, как и любой мужчина. А мне очень нужна поддержка. Потому что я не справляю со своими эмоциями. Простите. Поддержка вам нужна в момент, когда мужчина уходит из дома. Это какой мужчина будет поддерживать свою женщину в момент, когда он от нее уходит из дома? Модель. О какой поддержке вы говорите? И если вы не справляетесь со своими эмоциями, для вас истерика, опять же, разве это не ваша ответственность за эти чувства, за ваши переживания в данном случае? При чем здесь муж? Далее. Мне не хочется просыпаться, мне хочется вставать к салате, выходить из дома, встречаться с друзьями. Я не могу устроиться на работу, потому что мне ничего не интересно. Ну, вот это вот признаки депрессии. Я не знаю, сколько времени у вас это длится, но если несколько месяцев, то это признаки депрессии. Я бы рекомендовал вам здесь обратиться к врачу по месту жительства, чтобы он вам диагностировал депрессию и, если что, назначил лекарство, потому что без этих лекарств психотерапевтическое взаимодействие будет неэффективным просто. Лекарство – это как средство для того, чтобы вы лучше воспринимали то, что говорит вам психолог, например. Так, значит… Почему вам не хочется просыпаться, не хочется вставать кровать и выходить из дома и встречаться с друзьями? Почему не хочется? Окей, у вас с мужем все не очень гладко. Хорошо. Но при чем здесь, друзья? Ведь с мужем – это только одна роль. Это только роль жены и роль женщины. А есть еще другие роли. Почему вы забываете про эти роли? Что это заставляет у вас думать, что другие роли не важны? А были ли они важны когда-то для вас? Отыгрывали ли вы их для себя когда-нибудь? Так, значит… Я покупал онлайн-курсы, чтобы освоить новую специальность и развиваться. Зачем осваивать новую специальность и развиваться, Адель? Вот вам это для чего нужно? В какую цель? У меня нет ощущения, что вы действительно хотите осваивать новую специальность и развиваться. А вот вы говорите, что в такой атмосфере это невозможно. Значит, вы это делаете не для себя. Вот если человеку нужно все, кто для себя, ему неважно в какой атмосфере он просто будет делать это и все, потому что он понимает, что ему это нужно. А вам это, видимо, не нужно. И, соответственно, это еще один способ сублимации ваших желаний, ваших потребностей, видимо, в развитии и освоении новой специальности. Вот. Я средством поддерживаю дома порядок и готовлю. Почему, собственно говоря? Опять же. Какое отношение имеет порядок и готовка, хотя бы для себя, к отношениям с вашим мужем? Как это взаимосвязано? Никак. Но у вас связано. Значит, все это вас определяет. На вас определяют только ссоры с вашим мужем. Вопрос. Нормально это? Ответ. Нет. Ненормально. Почему? Потому что, если убрать вашего мужа, убрать семью, которой у вас нет, что останется? Кто останется? Ответ. Будет ли что-то от вас? У меня потерялся смысл жизни и стимул двигаться дальше. А смысл жизни раньше был, но помимо ребенка и семьи. Стимул двигаться дальше был, кстати, двигаться дальше это куда? Зачем? Я очень люблю мужа и хочу замуж и детей. Нет. Вы определитесь, вы либо любите мужа, либо хотите замуж и детей. То есть нельзя. И то, и другое. Понимаете, если вы любите своего мужа, то семья и дети будут тогда, когда это будет естественно. Когда это захочет ваш муж, когда он к этому будет готов и так далее. А если вы хотите семью и детей, то своего мужа вы просто используете для этой цели. У меня сейчас, наверное, самое важное в жизни создать семью и родить ребенка. Иначе я себя чувствую неполноценным. Ну вот, об этом я говорил уже. А здесь могу только немножечко добавить, что почему это самое важное в жизни. Создать семью и родить ребенка. Разве это личностная цель? Нет. Это социальная цель. И именно потому, что это социальная цель, а не личностная, не индивидуальная, не ваша, а собственная. Вы так и зависите от отношений с мужем. Получается, что все, что вас определяет, это только социальное. А каково, например, ребенку, который будет рожден для того, чтобы его мама не чувствовала себя неполноценно? Вы считаете, что ребенок достойен такой участии? Вы считаете, можно на ребенка возлагать такую ответственность? Вы считаете, что ребенок достойен для того, чтобы делать свою маму полноценной? А как вы думаете, если мама вдруг не почувствует себя полноценной после его рождения, а, как я сказал, вы себя не почувствуете таковой, то ребенок будет неполноценным? Опять же, совершенно непонятно, если вы ссоритесь с мужем постоянно, и он от вас угодит, у вас там ссоры, крики, оскорбления, вот. Как вы можете ходить в семью и детей? Как вы можете считать семью и детей самыми важными сейчас? Мне 27, я часто говорю, что нам понадобится в сторону двигаться, потому что семей двух-трех детей, как мы хотели, вряд ли смогу по воздуху. Нет, ну, вы знаете, здесь как-то тоже немножко непонятно. В какую сторону вы говорите двигаться? В сторону семьи и детей? Почему вы это говорите вы, а не ваш муж? Если вы это говорите вы, то вам нужен мужчина, который был бы ведомым за вами, а не ведущим или партнером. Вы понимаете, что, говоря так, вы постигаете на мужское эго? Вот этим, этим самым. Понимаете? Почему так важно иметь двоих-трое детей? Для чего? Почему вы считаете, что по возрасту не сможете, если женщина совершенно спокойно может вращать до срока? Наверное, это выглядит как навязчивая идея уже отчасти. А что скрывает навязчивая идея? Навязчивая идея скрывает невроз. Это нереализованное желание. Желание обрести полноценность. Потому что вы чувствуете себя неполноценным. А не полноценным вы чувствуете себя в результате каких-то происшествий, связанных с вашей жизнью. Скорее всего ранние. Вот с этого и нужно начинать. С этого и нужно начинать двигаться. Что мешает вам здесь и сейчас почувствовать себя полноценным? Кто сказал, что полноценность условна? Кто определил, кто поставил эти условия? И почему вы поверили? Кому кто это сделал? Понимаете? То есть, кому-то вы поверили, что есть условия для полноценности, а другим людям теперь не верите. Знаете, какой парадокс возникает? Так, это выглядит как навязчивая идея, но это же абсолютно нормальное желание для женщины. Нет, это не абсолютно нормальное желание для женщины. Нормальное желание для женщины иметь ребенка, когда она чувствует себя в безопасности. Когда у нее есть определенность. Тогда это нормально. У вас ничего этого нет, и вы все равно этого хотите. Значит, это не нормально. У всех по-разному приходит время, когда инстинкт бить гнездо срабатывал. Нет, но это оправдание. Это оправдание. Никакого инстинкта в гнездо нет. Нет, нет инстинктов. Есть инстинкты другие, это не инстинкты. Материнский инстинкт прозревается только когда рождается ребенок. Так что никакого инстинкта в гнездо нет. Это вы себя оправдываете таким образом. Не более того. Если вы это еще преподносите в качестве аргумента в ссоре с мужем, логику, то могу представить, как это выглядит со стороны. В ответ я слышу, что он не может об этом думать, потому что не хочет в такой семье расти детей и жить так дальше вообще. Ну, правильно. Мужчина довольно верно рассуждает. А в чем вы с ним не согласны? Какое это отношение имеет к тому, что он не хочет с вами будущего? Он, может быть, будущего и хочет с вами. Но не такого. А то, что вы говорите, что он не хочет со мной будущего и не уверен, что я та самая, это тоже ваше сомнение в себе. Это тоже ваша интерпретация. Это тоже ваше проявление неуверенности в себе. Это тоже ваш страх остаться одной. Это тоже ваш страх быть неполноценным. Потерять свою иллюзорную возможность обрести полноценность. Вот. Он не определился и может найти другую, да? Но он не определился и может найти другую не сейчас, а изначально, когда вы только соглашались на гражданский брак. Понимаете? Так что, так было всегда. Если бы он определился и понял, что вы та самая, он бы уже давно на вас женился. Я ревную. Ну, это вот неуверенность в себе, страх одиночества. Начинаю смотреть его переписки, звонки. Задаю вопросы про всех женщин, которых вижу в переписках. Зачем? Для чего? Вы серьезно думаете, что такими подозрениями вы укрепите свои отношения с мужчиной? Серьезно? Ну, чего вы это делаете? Почему вы боитесь? Что вас страшит? Что вас страшит? Вот то, что вас страшит, это ваша собственная проблема, которую нужно решить, и тогда вы сможете выстраивать нормальные отношения. А пока вы зависимы, очень зависимы от вашего партнера, который вам даже еще никто. Вообще никто. Начинаются новые скандалы, потому что ему не нравятся эти вопросы. Вот. Как же вам важен любимый человек? Для вас важнее любимый человек. Как же это коррелируется с тем, что вы задаете вопросы, которые ему априори не нравятся? Ходя о том, что мы можем смотреть друг друга, друг у друга, значит, что угодно, мы договаривались, когда съехались вместе. Это ноутбуки и телефоны без паролей. Ну, вам видите, посмотрите, и все спрашивают, зачем это разные вещи. Одно дело вы смотрите, другое дело вы спрашиваете. Но, опять же, любой человек должен иметь свои личные границы и свое личное пространство. Невозможно быть полностью открытым. Это не обеспечит вам большую безопасность и не болносит уровень доверия. Наоборот, уровень доверия – это когда человек, обладая личным пространством, куда вам нет хода, не вредит вам. Вот это доверие. Это не доверие, это постоянная проверка. Так что ваше доверие, открытость – это миф. Иллюзия. Вот. Ну и, собственно, эта открытость важна, потому что практически во всех отношениях, которые у меня были, не числа из первых, мне изменили, обманывали, я не умею больше верить людям. И не умея верить людям, вы вступили в отношения с мужчинами. И хотели не терять детей. Вот, скажите, чем вы руководствовались, когда вступали в отношения с мужчиной, не умея верить людям? Вот, чем? Просто чем вы руководствовались? Думали, что он другой, что насобенный? Окей. Зачем эта открытость? Если вы, как бы, ну, подводили его к открытости этой, то чем он тогда отличается от других мужчин? Любого можно привести к открытости, она будет, и все. Разве это доверие? При желании можно скрыть все, что угодно, поймите. Никакая открытость, доверие не принесет. Далее. Эта проблема... Недоверие меня, с одной стороны, много раз спасало по жизни. От чего вас спасало недоверие? Вот, всего, от чего бы оно вас спасало, можно было бы избежать, если бы вы расставляли границы. Свои границы. Тогда бы ни от чего спасать вас не пришлось бы. Спасаются только те, кто небрежно относится к себе. Герои нужны тем, кто сам за себя постоять не может. Герои нужны тем, кто сами не понимают, что лучше. Компенсация. Вы не можете расставлять границы, не можете находиться, ну, скажем так, в равноправных отношениях с людьми, с мужчинами. Вас компенсирует недоверие. Понимаете? Ох. Так. С другой стороны, я понимаю, что как тяжело со мной строить отношения, и сама от этого не счастлива. Но я ничего не могу поделать с собой сама. Нет. Нет, такого слова не могу и слова не хочу. И такое слово, для чего вам это нужно? То есть, когда вы говорите, что я не могу поделать ничего сама с этим, вы помещаете себя в состоянии жертвы. То есть, снимаете ответственность и сдаетесь. Это поведение жертвы. Что вы можете сделать здесь и сейчас? Для того, чтобы изменить ситуацию. Перестать задавать мужу вопросы, например. Каждый раз, когда вам хочется эти вопросы задать, делать ему комплименты, обнять, поцеловать, сказать что-то приятное, например. Допустим. Подумать для себя, чем для вас так страшен уход мужчины, чем для вас страшен уход мужчины, именно для вас конкретно. Спросите себя, а он что, не имеет права уйти от меня, если захочет? Понимаю, что мне нужен отдельный психолог для работы с моими проблемами и страхами. С вами обоим, наверное, семейные сеансы, чтобы мы научились ссориться правильно. Но я бы не сказал, что можно ссориться правильно, я бы сказал, что это можно только лишь структурировать. То есть, вот, ссоры, они структурируются. Это происходит путем, ну, определенной работы. То есть, структурируется, и люди просто начинают получать от этого удовольствия. На мой взгляд, это весьма странный способ помогать семейным парам. Я бы предложил все-таки транзактный анализ в качестве именно семейной консультации. В качестве метода семейной консультации. Для того, чтобы вы поняли, в какой момент вы развиваетесь с адекватного пути. Вот. Но, опять же, непонятно, нам обоим говорите вы, нужны семейные сеансы. Но, хочет ли мужчина этого, непонятно. Хочется этим заниматься, не хочется этим заниматься, не я. Далее. Так. Не доводя до собирания чемоданов. Нет, ну, собирание чемоданов – это манипуляция. А манипуляция, да, делается для, опять же, реализации желаний. То есть, манипуляция очень редко происходит чисто для развлечений. Перечитала все, что написала, чувствую себя просто непаханным полем. Для психолога, значит, нахожусь на грани нервных срывов. А из-за чего нервный срыв-то отдаёт у вас? Ведь сама по себе ситуация, она в целом нормальна. Живёте в гражданском браке, мужчина не определился, хочет ли он быть с вами или нет. Соответственно, вы друг другу ничего не должны. Помимо того, что вам нужен ребёнок для купирования своей неполноценности, которая у вас не связана с ребёнком, и ребёнком не купируется никак, никак. Ситуация целиком нормальна. Сейчас, в современных реалиях, такое с площадью рядом происходит, что у вас. Люди живут вместе, вне брака, присматриваются друг к другу, понимают, что, как бы, вместе им не очень хорошо, и расстаются. Вы не готовы своего любимого человека отпустить? Спросите себя. Если готовы, это любовь. Отпустите его, ну, если он хочет. Если не готовы, это не любовь. И тогда, тем более, не стоит думать о ребёнке и о семье какой-либо. Понимаете? Только честно себе этот вопрос задайте. Честно. Готовы отпустить или нет? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, куда помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, то желаю вам всего самого доброго и удачи!